Строительство второго моста через Опи в районе Сургута обеспечит рывок и развитие Югры и Ямала. Само сооружение вместе с дорогой Тюмень-Тобольск-Сургут-Салихарт могут войти в состав перспективного федерального транспортного коридора. Кроме того, северные трассы должны быть четырехполосными и безопасными. Об этом рассказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Югру. Полпред также поучаствовал в заседании координационного совета, посвященного грядущим выборам и вручил государственные награды. Дмитрий Круковец расскажет подробнее. Программа поездки в Югру полпреда президента России в Урхо оказалась посыщенной. Владимир Якушев в Хантамансийске посетил микрорайон «Береговая зона». Там в июне открыли многофункциональную площадку, где разместились скейт-парк, кафе, детские и спортивные городки. Полноценную зону для занятий физической культурой построили в микрорайоне «Иртыш-2». Одновременно тренироваться здесь могут 250 человек. Комплекс предназначен для проведения крупных соревнований, адаптивной физкультуры и формирования сборных команд региона. Спасибо, что вы приехали. С вам успехом. Надеемся, что этот комплекс примет очень хорошие российские соревнования. Мы с Максимом Павловичем сформировали. Также в столице автономии отличившимся югорчанам вручили государственные награды, почетные грамоты, благодарности и письма президента России, звания и медали получили медики, работники социальных учреждений, политики и общественные деятели. Всех вас объединяет огонь. Своим трудом, верой и правдой вы служите своему региону, своему отечеству. И в это непростое время вы не просто выполняете свой служебный долг. Вы взяли на себя ответственность служить личным примером для остальных, работать на благо страны и жабей силы. Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова поучаствовали в заседании Координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Полпредпрезидент России акцентировал внимание на том, что процесс должен быть организован с соблюдением всех мер безопасности, а также отметил, выборная кампания в Ханты-Мансийском автономном округе в этом году насыщенная. Впервые голосуем три дня на выборы в Государственную Думу, но при этом опыт уже определенно есть, потому что за изменения в Конституцию голосовали семь дней. В принципе, поняли, что это такое. Ну и прошлый единый день голосования тоже был в течение трех дней, поэтому в целом уже у Российской Федерации, у Югры определенный опыт есть. В чем сложность выборной кампании именно в Югре? То, что выборы будут проходить и в Государственную Думу, и в окружной парламент, и в Думу Тюменской области, и плюс еще в муниципальные выборы. Полномочный представитель главы государства ВУРФО также отметил, что многие избирательные участки расположены на площадке образовательных учреждений, работающих по своему расписанию, и важно не допустить нарушений в графиках работы организаций. В Югре в единый день голосования пройдет 27 избирательных кампаний. Участки, всего в регионе их откроется почти 750, будут работать с 17 по 19 сентября. Большую часть помещений для воли изъявления хватит видеонаблюдения. Каждый избирательный участок подготавливается в соответствии с планом с обеспечением антитеррористической защищенности, общественной противопожарной безопасности, соблюдение избирательных правов граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в целях недопрещения распространения коронавирусной инфекции. Уже запланирован перевод силы следов правоохранительных служб региона в режим повышенной готовности. Также Владимир Якушев во время визита в ЮГРУ пообщался с журналистами. Говоря о теме развития инфраструктуры, полпред рассказал, что скоростную автомагистраль Москва, Казань, Екатеринбург продлят до Тюмени. Принципиальная позиция полномочного представителя главы государства. Трассы из Свердловской и Тюменской областей в ЮГРУ должны быть четырехполосными. Это положительно скажется на безопасности дорожного движения. Владимир Якушев отметил, что серьезно улучшит транспортную доступность и появление второго моста через ОПЕ. Решение там уже найдено. То, что, как мы говорим, финансовая модель сложена, это конституционное соглашение с участием в том числе и Российской Федерации, и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. Поэтому очень важно, чтобы вот эти технические вещи уже все были завершены. Проект уже находится в стадии, скажем так, выхода из глав госэкспертизы. И нужно будет непосредственно уже приступать к его реализации. Это очень серьезно разошлет транспортную инфраструктуру Ханты-Мансийского автономного округа. Второй мост через ОПЕ в районе Сургута позволит разгрузить действующую переправу, где трафик превышает норматив в два с половиной раза. Также транспортный переход через реку способен улучшить экологическую ситуацию в городе и откроет резерв для перспективных грузоперевозок. Завершение строительства запланировано на 2025 год. Дмитрий Круховец, Сургут Интерновости.